Здравствуйте! Это еженедельный расклад на Таро для разных знаков зодиака. Этот расклад для рыб. Сегодня я использую золоченую Таро Чиро Марчетти, такая у меня колода, и эротический оракул, как дополнительную карту сообщения, касающиеся личных отношений и любовной жизни. Рыбы. Значит так, тема недели, двойка мечей, сомнения, сложность принятия какого-то решения. А еще это может быть потому, что вы пытаетесь руководствоваться, вообще же вы очень глубокие натуры и интуитивные люди, но по каким-то причинам вы пытаетесь что-то, какое-то решение принять с помощью мозга, что-то понять, вот именно головой, интеллектом. А здесь надо реально использовать свою интуицию. А у вас как-то на этой неделе почему-то для вас это будет представлять сложность, видимо. Дома. Ну вот, знаете, я пришла все-таки к выводу, покуда расклады недельные, это всего лишь одна неделя, да, старшие арканы, конечно, и так далее, но мы же говорим про неделю. Безусловно, рыб смотрит очень много, конечно, для кого-то это, к сожалению, может быть действительно развод. Может быть. Но для благополучно живущих в браке, что я вижу? Я вижу некоторые нюансы, а не развод. Башня может означать всего-навсего крушение чего-то ненужного. Вплоть до того, если вы женщина, проснулась утром, живущая в браке семье много лет, проснулась утром и сказала, а что это я всем сапоги мою? Я не поняла. То есть 15 лет вы это делали, и вдруг вы заявили, что вы не будете мыть сапоги всем членам семьи, да? И, во-первых, вы сами испытываете такое смятение внутреннее. Боже, правильно я это сделала или нет? Ну и плюс на вас наезды. Мы не поняли, то есть как-то всё нормально было, с чего это ты вдруг взъерепенилась? То есть вот это может быть реально, когда вы убираете из своей домашней бытовой жизни что-то ненужное вам. То есть для вас это ненужное, поверьте, потому что башня, она не рушит хорошие вещи. Она, как правило, рушит то, что уже не важно. И вам мешает каким-то образом развиваться, жить и прочее. Взаимоотношения, любовь, карты императора. Ну, если вы смотрите и вы мужчина-рыба, то, конечно же, на этой неделе у вас может быть, как бы это так правильно выразиться, такое состояние, когда вы хотите быть хозяином положения. Вы не позволяете никому и ничему, вы очень жёсткий, вы включаете этого слова «тядьку», серьёзного, решительного, не позволяющего никому вами командовать и так далее. Если вы женщина-рыба, то в любви-отношениях император это, конечно же, не люблю я эту карту на отношения, я вам сразу скажу. Даже если вот, сейчас я только что говорила про мужчин, вы знаете, просто император – это немножко не для отношений карта, потому что он слишком, он очень умный, конечно. Для руководителя прекрасная карта, замечательная. Человек, который знает, как, что, кому и как это делается. Молодец, молодец. То есть знает всю структуру. Но вот на отношения, она какая-то жёсткая, даже жестокая, я бы сказала. То есть если вы женщина-рыбка, да, и вы сталкиваетесь вот с таким императором, ну это сильно ранит. То есть, понимаете, вот это вот для людей семейных, для семейных женщин-рыб, это может быть просто конфликт с мужем, потому что он настолько, он слышит только себя. Ты с ним разговариваешь, такое впечатление, то есть он первое разговаривает громко, да, он слышит только себя, он вообще, ему чуждо вот это вот понимание, что там надо кому-то, что тебе надо. То есть я сказал, так и будет. Естественно, это может вызвать конфликт. Не очень, не люблю эту карту, правда. На отношения не люблю. Также, кстати, может говорить о том, что этот мужчина вас немножко подавляет в отношениях, потому что он старше. Ну вот мне такая мысль пришла, что это может быть человек старше вас. И вот, понимаете, вот это состояние угнетенности его, то есть он авторитетом тавит, назовем так. Даже если он старше, там на 3-5 лет, то есть не вот тебе прям разница какая-то шальная. Но может быть и существенно старше. Работа, дела, карьера. Пятерка кубков. Ну, для тех, кто уже какое-то время назад потерял работу, например, да, остался без работы, на этой неделе, к сожалению, там посланные вами резюме для большинства из вас, да, будет, ну как бы, не даст нужного эффекта, не будет той отдачи, которую вы хотите. Ну, это какое-то разочарование, это что-то не устраивает. Для тех, кто работает и благополучно работает, это совершенно не обязательно увольнение, естественно. Но это вот недовольство. Может быть, недовольство работы, может быть, недовольство коллективом. Но состояние эмоциональное такое, знаете, ну, да, сожаление, горе, может, зря я сюда вообще нафиг устроилась. А сейчас вот тут кризис, безработица, и непонятно. Ну, то есть вот немножко такое, ну, опять-таки, не забывайте, это эмоции, это наши эмоции. И они могут быть вызваны, ну, простой какой-то ерундой. Ну, стол переставили в другое место в офисе, а там темно. Типа, тут у меня было у окна, цветочки стояли, а тут переставили, и мне это не нравится. То есть, может быть, вплоть до того. Могут быть буквально мелочи. То есть, не надо всегда на любой аркан смотреть вот такими глазищами и считать, что там всё. Какая-то большая трагедия. Финансы. Финансы. Что это может быть? Кстати, вот вы знаете, я вот так посмотрю, да, дом и финансы. Это может быть, либо критика в ваш адрес по поводу заработков, или отсутствие, да, заработков, если это имеет место быть, да, то, что вы не работаете пока. Либо ваша критика в адрес кого-то по поводу заработков. Потом, что ещё можно сказать? Ну и здесь ещё, вы знаете, как бы я про сумму денег не скажу. Это могут быть какие-то новости. В том числе и не очень приятные. Но я вам хочу сказать, что если вы подавали резюме и вам не, ну там 10, как говорится, в 10 разных мест и вам ни на одно не ответили, это тоже негативная, естественно, информация по поводу ваших заработков. По поводу вы понимаете, что, увы, положительного ответа на резюме не было. В испытаниях лежит карта силы. Сила – это, конечно же, надо проявить внутреннюю стойкость, сопротивление внешним каким-то обстоятельствам, оставаться сильным, не сдаваться. И, возможно, вам будет, потому что есть колебания, есть какие-то конфликты, возможно, вам придётся действительно взять себя в кулак. Вы люди эмоциональные рыбки, да, конечно, вам… Вы очень не любите конфликтов. Вы пытаетесь всё время так нырь к пучине морские, да, в глубину. Поглубже, поглубже, где поспокойнее. Потому что, ну, ваша натура, как бы, вам претит вот это вот лезть на рожон и конфликтовать. Но иногда жизнь такая, что приходится из-за себя постоять и конфликтовать. А что сделаешь? Или терпеть критику какую-то и ввязываться в конфликт, потому что по-другому нельзя. Посмотрим, что просит рыбкам эротический оракул. Предвкушение. Ну, по этой карте это может быть, ну, понятно, как само предвкушение. Понятно, что это может быть предвкушение какого-то, чего-то положительного в отношениях. Это может также означать какую-нибудь переписку по интернету эротическому характеру. Вот, взаимную такую. Дразните друг друга и, в общем, о запретном немножечко переписывайтесь. Ну, почему бы и нет. Или общаетесь с кем-то. Не обязательно, не для всех, естественно, это отыграется, что вот это вот муж, это дома скандалы. Если люди молоды, да, то дома могут быть какого-то рода неприятности, кстати, или поломки. Это элементарно трубы так могут полететь или что-то там в этом духе. Ну, значит, такая у них судьба, их уже пора менять. То есть, для людей, для рыбок, которые живут дома с родителями, дом, семья отдельно, любовная жизнь отдельно, то это может быть, конечно же, мужчина. Скорее всего, не знаю, почему у меня, мне вот кажется, что постарше, хоть ты что делай. Но либо он действительно такой более зрелый и опытный, либо просто фактически действительно постарше. И у вас с ним вот такой, вы знаете, как, даже если ничего не было, то уже такие мысли, уже такие разговоры. Даже если что-то было, понимаете, когда, например, люди не видятся несколько дней, да, то в предвкушении встречи, в предвкушении свидания. Дорогие рыбки, я желаю вам прожить эту неделю, найти в себе внутренние силы. Это всего лишь семь дней, всего лишь семь дней. А потом не надо забывать, что не обязательно какая-то негативная карта так отрицательно отыграется. Это может этого и не быть. Желаю вам удачи, в любви в том числе. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok